здравствуйте уважаемые подписчики вот двор моего дома вот смотрите вчера здесь был 10 сантиметровый снег вечером в 12 ночи уже где-то набежала до 15 сантиметров вот я закончил его убирать вот здесь вот в этом месте где-то уже во втором часу ночи и вот смотрите вот он этот слой снега еще остался в уголке видите вот он 10 с лишним сантиметров сантиметров 12 это точно вот и еще часть видите осталось на этом на воротах и вот такие были плямбы на всем вишневом дереве дереве вот сейчас он немножко сегодня потеплее стало вот девять часов утра значит теплее и связи с этим конечно стало подтаивать уже появились лужицы вот я вам покажу вот они лужицы здесь вот ну и дальше вот здесь вот вот это место это тоже все было снегу это тоже ночью я все тут убирал значит и вот здесь вот убирал проход вот вот это вот стряхнул весь снег с яблоньки вот она где и побелила видите она такая беленькая но и пришлось снег сейчас сюда складывать вот вот здесь вот около теплицы все убрал весь снег вот тут у нади цветочки по бокам посажены и здесь тоже кстати с теплицы вон снег сходит надо будет тоже убрать его вот а это у нее роза укрытая вот здесь вот в общем факт то что я вот закончил убирать ну в два часа ночи это точно потом вышел на улицу там еще убирал потому что боялся что утром на самом деле заморозки были и были сильные заморозки где-то 0 с нижним 0 минус 2 вот так вот было где-то утром но тут у него вот горошек видите посажен для того чтобы удерживался горошек вот опутывался вот такая вот здесь сетка у нее натянута и там у нас смородинка с жимолостью тоже все вот видите снегом забросал он сейчас тает конечно растает снег все равно май месяц возьмет свое свое и будет у нас и теплые деньки надеюсь вот но факт то что вот такие вот неудобства создала нам погода эти вот еще вчера кирпичик веревка вот это вот она раз это на накопила воды и растянулась и кирпичик упал этот и фактически яблоньку вот мы которую сгибали для того чтобы она вот так вот согнулась и верхние ветки пошли вверх вот чтобы они плодовые были вот а там дальше за за забором вон домик и видите вот здесь на деревьях еще осталась часть снега и все дерево было у нас вот эти два вишневых дерева они были все покрыты вот таким толстым слоем снега это просто сейчас снег стал таять и упал но если посмотреть на смородину вот смотрите смородина вот она вся до сих пор еще сохранился снег вот как он падал как летел вот эта жимолость и так он остался лежать на жимолости видите а это я вон там между кустами смородины набросал вот вот этот снег который я вот убирал где там у меня машину ставлю гараж вот заезд вот в дом вот такая у нас смородинка видите вот зелененькие зелененькие вот они зелененькие листики не что будет но будем надеяться на лучшее должно уже тут как бы он сейчас лист побольше будет теплые деньки будут и смородина должна уже как бы зацветать вот вот так вот так вот но в польше я смотрел подписчицу и у нее тоже смородина значит тоже снегопад был в польше вот на видимо раз говорят с баренцево море идет видимо все таки это к нам пришел запада оттуда этот снегопад через баренцевое море и сюда в западную сибирь екатеринбург новосибирск омск вот и у нее там снег был в тот период времени когда уже ягоды сформировались но ягоды были зелененькие но все равно потом она писала что она очень недовольна этим снегопадом и много-много как бы поморозила кустарников я вот этого не хочу не желаю но посмотрим как говорится как погода распорядиться какие нам она выдвинет условия ну вот 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 торчит кстати чеснок вот из-под снега вот он вот он чесночок зелененький стоит вот сейчас он подтаивать стал я как бы немножко чтоб придать силы чесноку зелени ну вот вот он чесночок а это я на тоже ночью стряхнул вот с груши вот эта груша у нас видите какая она уже листочки стала давать уже скоро листва расправиться у груши и вон прибивочка там у груши видите вот он там прибивочка надя тоже побелила и но все белило сошло из-за снега вот а это тепличка у нас тоже снег с нее стаивает сходит и вот по бокам здесь снежок вот так что здесь я не буду поднимать тут укрыто у нас клубника вот надя сама потом пойдет все сделает а то я чего-нибудь тут на ворошу не так вот не так сделаю ну вот давайте кстати попробуем в тепличку зайти посмотрим как в теплице у нас значит но в теплице чего там тепло там тепло я тем более тут откопал все вот зайдем тепличку вот видите все укрыто теплица ой заходишь прямо щеками как барометр ощущаю эти тепло в теплице сколько градусов теплицы сейчас посмотрим плюс 13 градусов вот плюс 13 градусов теплички у нас вот у нас термометр так что все растет вот зелененькие луки и огурчики у нади растут там у нее закрыты помидоры здесь огурчики закрыты так что все нормально вот теплички все нормально а вот смотрите на крыше дома сколько снега вот если по толщине смотреть вот за ночь и утро снег был это фактически нам здесь толщина снега где-то 15 18 сантиметров видите вот так вот у нас здесь столько такой слой снега выпал за ночь намело вот столько снега будем ждать когда потает и где-то что-то придется лопатой убирать ну вот уважаемые подписчики на улицу вышел и вот смотрите здесь вот где я убрал тут снега нет но немножко конечно вон с дерева подал снег и здесь он много большой такой слой нападал вот здесь никто не убирал я тут тоже не убирал снег но снег подтаивает вот такая вот история здесь у нас ну а на самой дороге видите здесь снежок вовсю тает так что сейчас посмотрим смотрите видите все ветки вот из этого дерева ломались ветки стополя и вот они упали видите это все ветки так вот ломал снег здесь в одном месте даже в противоположную сторону и загнул дерево вот яблоня стоит видите яблонька вот и противоположную сторону совсем противоположную сторону видите она две вот так вот вверх было а теперь видите как загнута совсем противоположную сторону и придется видимо спиливать или еще делать вот это яблонька это дичка яблонька вот вот такая вот у нас а это вот уже утром были коммунальные службы и там уже где деревья были сломаны вон уже в кучу все сложили эти ветки и они там лежат сейчас вот перехожу дорогу вот сегодня одел ветики и ботинки большие вот потому что ночью все свои кроссовки замочил просто они у меня сырые вот транспорт ходит эти машины машины все снегу это у нас ремонтируют здесь дорогу и вот смотрите вот тополь и ветки ломались ночью плюс эти заморозки были вот и вот они коммунальщики приезжали оперативно кстати и вот они все веточки сложили в кучу потом все соберут подъедут и будут вывозить а вон там дальше я вам хочу показать вот сейчас пройду вот здесь вот и вот посмотрите уважаемые подписчики здесь тоже сложили эти ветки вот они и там вот тоже ломались ломались ветки смотрите какую толстую толстый толстую ветку толстый ствол вот видите сломался вот лежит они даже ее не убрали и вот провода идут там видимо это и всех все кстати провода вон весли видите висит висит на проводах ветка вот то есть это еще будут для энергетиков для электриков или для интернета где-то тут нас это будут все ремонтировать в общем вот такая обстановочка у нас на данный момент в городе тюмени после урагана и это я показал вам как бы просто такой как бы легкая еще конечно аварии были потому что эти автомобилисты не были готовы сменить резину значит они были на летней резине все подготовились тому что будет видите какая ветка валяется от тополя вот антополь и вот сломалась ветка они были конечно настроены на тепло на лето и естественно аварий много было их побились люди значит вот из-за такого катаклизма из-за такого снега вот но и на этом я заканчиваю свой обзор уважаемые подписчики до свидания вот и желаю всем здоровья и чтобы вас обошли стороной вот такие погодные явления как у нас тут были в городе тюмени так что до свидания